Так, ребята, продолжаем. У меня уже вечер-вечер. Уже мы пообедали и кучу дел переделали. Дальше все-таки решила я приготовить небольшой ужин. Ну, что такое, что овощи отварные есть. Вот стоит там тарелка борща, но никто его не хочет уже есть. Вот, я поставила рис отварить. У меня осталась подливочка, просто без мяса есть. Вот, и у меня есть куриное филе. Вообще, я хотела в идеале сделать отбивные, но на отбивные я всегда их жарю, обмакиваю яйцо-мука. Мука-яйцо, вот так. Вот. Но, ребята, я свалила все яйца. Яиц в доме нет. Надо было больше покупать. Боже, я думала, воду отключили, испугалась. Короче, свалила, вообще ни одного яйца не осталось. Вот. Вот. Поэтому отбивные отменяются, но и ладно. Ну и ладно, я просто пожарю, кусочками порежу, замариную как-то вкусненько и пожарю. Вот такое огромное у меня куриное филе, просто большое. Так, я возьму тарелочку. Тихо. Подходящую. Вот. Нарежу прямо какими-то, я не знаю, ну вот такими кусочками. Вот так. И замариную. И соевый соус у меня есть, и всяко-всяко-разно. Так, вот так вот разрезаю. Ну, можно вообще более крупные куски. Ну, вот так вот. Соль, перец, специи, ласа. Что ты там делаешь? Соевый соус. Не знаю, соевый соус добавлять или нет. Потому что соевый соус, он такой цвет, ну, темноватый придает курице. Я, ну, не часто добавляю его, использую. Вот так. Так, а этот? Как мне тебя? Вот так вот. Альма, что такое? Что собачка? Так, все, это есть. Так, по специям, по специям поехали. Целая шкатулка у меня специй. Блин, ребята, спать хочу вырубать. А мне еще, а я еще не готовила эти. Мне маринованные грибы делать, шампиньоны. Так, сколько там соли? Шампиньоны. Мне утку разделывать, мариноват. А времечко у меня уже тик-так. Совсем уже тик-так. А время 7 часов вечера. 19 без двух минут. Так, что еще сюда? Что ты, Юля, хочешь? Вот паприку красную. Сладкую. Пойдет, пойдет. Хорош. Так, азербайджанская. Так, есть у меня обалденная специя, ребята. Вот она. Я ее закрыла, потому что аромат у нее, прямо на этот самый. Я много раз, вы слышали на моем канале, могли слышать, что я не люблю корицу. Вообще, на дух не переношу корицу. Это не мое, меня подташкивает. Вот в этой специи, которая для курицы, вот такая. Это мне присылали. Здесь добавлена корица. Вообще, это, короче, что написано? Приправа для птицы с медом. Здесь кусочки чего-то такого. И это реально в каком-то виде такой, то ли засушенный мед или что. Потому что добавить эту специю в курицу, допустим, да? Она реально получается с зажаренной корочкой, такой прям темный, знаете, эффект получается, когда мед добавишь. Вот почему у меня раньше утка, когда я ее запекала, получалась снегром? Потому что я в маринад, в специи добавляла мед. А мед имеет свойство, ну, быстро как, ну, пригорать, что ли. И вот с этой специи именно такого цвета получается этот самый. Она такая ароматная, несмотря на то, что здесь корица. Но этот мед как-то перешивает. Ну, так как куриное филе я могу перебить вкус, но я по большей части для Лены его готовлю, поэтому именно его добавлять не буду. А так, обалденно. Вот можно куркумы немножко для цвета такого красивого добавить. Чуть-чуть. Так, гранулированный чеснок. Вот он. У меня тут уже такой бардак. Вот так вот. Ну, какую-то бы специю для курицы, а другой-то нет. Ну, давайте добавлю вот эту армянскую. Сейчас я нюхну ее. Ну, и нормально, немножко. Вот, чуть-чуть совсем. Ну, и давайте вот с ним добавим чуть-чуть соевого соуса. Сейчас я достану, ребята. Оп! Стоять. Вот он. Вы у меня у холодильника просто стоите, я вас двигаю туда-сюда. Вот, соевый соус. А, буквально вот раз крышечка. И два крышечка. Получилось как три, бы Юля богато налыла. Все. И все это нужно перемешать. Перемешиваю я руками, ребят. Так, а перчика черного, ну, хоть чуть-чуть. Хоть немножко. Для работы. Ух, хватит. И хорошенечко все перемешаем, перемешаем. Оставляю буквально на минут пять. У меня больше времени-то и нет. Включаем сковородочку. Просто обжариваю. Жарится, готовится очень быстро. Курица, ну, куриное филе быстро готовится. Сильно не зажариваем, чтобы, если мы долго пережарим, получается она, куриное филе сухое, суховато. А мы сделаем просто вкус снять его. Все. И рис будет, и подливочка есть. Вот и ужин, и готов, и нормально. Хотя я сегодня наготовилась, наварилась, и как-то не особо аппетита есть. Но ребенка кормить надо. И кормить надо вкусно. Все. Хотя я из куриного филе больше всего отбивные люблю. А в таком виде не очень. Лишь бы Лена кушала. Все. Но на столе я так просто не оставлю, потому что у меня может позвонить телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Юля убежала, и Ласа все это сожрала. Поэтому я делаю вот так вот. Кротвенечек в сторону. И в холодильнике просто места нет у меня сейчас. Вот так вот ставлю. Все. Пять-десять минут, и готовчинка. Вот такой и ужин. А дальше я сейчас приготовлю ужин, и буду заниматься грибами. Кстати, можно их уже перемыть. У меня почти килограмм грибов. Ой, пролежали они у меня сутки в холодильнике. Так переживаю, сейчас вспомнила, что у меня пакет завязан. Ничего ли с ними тут не случилось, ребята. Так вроде же, ой, с грибами ничего не должно быть. Надо было, конечно, пакет разорвать хотя бы, развязать. Короче, их надо перемыть. Так, не могу разорвать. Не, все нормально. 120 гривен килограмм. Вот я их перемою, плиты освободятся, и буду подготавливать этот самый маринад. Снимать уже про грибы я не буду. На канале есть рецепт, не так давно он вышел. Вот, если не забуду, девчата, оставлю под этим видео ссылку в описании. Если не забуду. Если я забыла, напишите мне, я вам дам ссылку. Но вообще пройдитесь там, сколько видео ранее, может быть там неделю-полторы назад, то я снимала рецепт грибочков. Вот, и точно по такому же рецепту я буду их мариновать. Часть у меня пойдет в итоге на салат куриный с грибами маринованными, и часть просто будет маринованные грибочки в пиалочке. Туда я добавлю зеленый лучок, заправлю, и все, в принципе, и все. И нам лег. Так, ребятки, все, ужин готов. Лена поужинала, я буду позже. Вспомнила, что у меня с собаком каша, завтра жука надо кормить. Закончилась. Короче, поставила тут косточки. А, вон там, опа, в кастрюлечке. Варятся они замороженные, сейчас я их как-то разобью. Чуть-чуть я соли им добавлю. Немножечко. Вот так вот. Пусть проварится, и буду кашу за... Я долго сильно это не варю. Можно переключить на более медленный. Дальше, ребята, занимаюсь... А, я уже приготовила маринованные грибочки. Так, как, вот так вот где-то. Маринованные грибочки готовы. Вот они в банке у меня, литровая получилась. У меня грамм 800 грибок было. Они горячие, остынут, крышкой накрою и в холодильник. Все, маринованные грибочки готовы. Дальше занимаюсь рыбой. Помните, да? Я решила сэкономить. Красная рыба, раньше такие красивые, толстые куски, прям красной рыбы брала. Не знаю, то ли форель, то ли лосось. Сейчас стоит такая рыба красивая, хорошая. 650 гривен килограмм. Очень дорого. Я взяла замороженное в морозилке, брикетиками такими было. Тоже сказала, хорошая рыба. Просто где-то встречается шкурочка. Где-то еще... Ну, вот такие кусочки, видите? Я взяла, блин, сколько, я же вам говорила. То ли 200, то ли 250 гривен килограмм. У меня здесь вышло около 90 гривен за это я отдала. И я ее засолю. Так, что я делаю? Можно сразу в контейнере солить. Ну, ладно, я в мисочке переколопутствую ее. Мне нужна столовая ложка. Так как у меня здесь полкилограмма. Смотрите, на килограмм рыбы для засолки... Рецепт я отдельно снимать не буду, ребят. На килограмм идет 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара. Так как у меня здесь полкилограмма, я добавляю 1 столовую ложку соли. Вот так вот, я даже с небольшой горочкой. Вот. И пол столовой ложки сахара. Сахар обязательно, чтобы сбалансировать вкус. Вот. Я на всякий случай чуть-чуточку еще соли добавлю, потому что обычно я за двое суток до Нового года ее этот самый. А сейчас у меня времени уже осталось меньше. Я поздно припозднилась, поэтому так. Никакое растительное масло, ничего я сюда не добавляю. Добавляю, ребята... Сейчас достану, подождите. Лавровый листик. Опа. Тоже мне только писал. Ой, нет, нет, в рыбу лавровый лист не надо. Ребята, я добавляю. Вот беру один. Вот беру второй. Два штучки. И просто их на более мелкие кусочки. Вот, не сильно мелко, вот так вот. Раз, раз. Поломала, порвала и готово. Так, сейчас руки вытру. Блин, а вкусный чай? Да? Так, перец душистый горошком. Раз, два, на глаз. Три, четыре, пять. Мне нравится перец душистый. Шесть, семь. Вот так вот хватит. И перец черный горошком. Ну, штучек двадцать, наверное. Прям так вот. Раз, щепотка. Два, щепотка. И еще чуть-чуть. Все. Есть. Готово. И теперь надо перемешать. Я это делаю руками. Хорошенько надо переколопуцать. Вот так вот. Вместе с солью, вместе с сахаром. И все. И берем какой-нибудь контейнер. Я знаю, что при засолке такой рыбы некоторые люди добавляют лимон, ребята. Я никогда сюда лимон не вытавливаю, потому что красная рыба, и то она, видите, такая бледненькая. Почему? Потому что была, видно, несколько раз все-таки замороженная. Раз, потом второй раз, может быть третий. Вот. Если я сюда, у меня лимон есть, но если я сюда его накапаю, то рыба станет бледной. Она потеряет свой цвет. Вот и все. Так, перемешали, перемешали. Ну, в принципе, ей и сутки хватает, чтобы просолиться. А кто-то вообще несколько часов и ест. Ну, это дело каждого. Все, переколопуцала. Сейчас я достану какой-нибудь контейнер. Все, очень просто. Тут нефига рецепт снимать. Ничего тут сложного нет. Так, сейчас мы найдем подходящий, ребята, контейнер. Ой, вот. Блин, половина контейнеров на даче. Этот старенький. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Я хочу... Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу в идеале, чтобы вот в этот контейнер поместилось. Поместится оно или нет. Или не рисковать взять этот. Ну, как старенький, по-другому, этот новый. Давайте попробуем утрамбовать сюда. Поместится она. Это должна. Да, да, да. Вот так. Отлично. Все, вот так вот прижала. Все хорошо перемешала. Не переживайте эту рыбу пересолить. То есть, она возьмет соль из себя столько, сколько ей нужно. Не, ну, конечно, если она будет стоять, там, я не знаю, дней шесть, то она более соленая будет. Но у меня она так долго не стоит. Поэтому такое количество мы можем съесть за пару-тройку дней. Все. И отправляю в холодильник. Готово. Дальше я занимаюсь, ребят, я жалею, что я сегодня купила этот пеленгаз, рыбу. Потому что я вспомнила, что мне еще их восемь штук этой рыбы чистить. А мне еще утку разделывать и замариновывать. Вот я не знаю, чем заняться. Самое сложное это, хотя и утка сложно, наверное, ее разрубать. Вот. Заняться, наверное, рыбой сначала. Перечистить, да в морозилку ее. Посмотрите, что эта красавица чудит. Чудит, чудилка. Это просто кошмар. Все, чует рыбу, хотя ей сегодня давала. Давала, мама. Кормила. Недавно. Но запах рыбы – это все. Наса, имей совесть. Ребята, почти почистила. Руки немножко исколола. Стараюсь аккуратно, но из-за того, что скорость включила, пятую. Понимаете? Получается, как всегда. Там порезалась, там укололась. Там кровище. Я ее выгоняю, она все равно запрыгивает. Ага, получила по морде хвостом рыбьем, да? Все, давай, спрыгивай. Давай, иди. Иди. Нет, ну это кошмар. Давай. Ужас. Что зрители скажут? Все. Кошмар. Хавайся. Отпишутся от канала. Ласа, имей совесть. Так, ну в общем, не сложно эта рыба пеленгас чиститься, ребята, быстренько. Все, это я уже последнюю начищаю. У нее мелкая шелуха, легко она сходит. Отлично. Осталось выпустить кишки, почистить от внутренности рыбу и в заморозку. И все. Так. Все, сейчас я наделаю. И отлично. А я еще, знаете, что вспомнила? Это еще не все. У меня в холодильнике, ребята, в тарелочке же, этот, икра с карасей. Икорка. У меня надо оладушки пожарить. Я же так и не пожарил. Я карасей пожарила. На обед мы с Леной по одному съели. Вот. А икру отставил, думаю, потом. Ну вот. Надо этот самый готовить. Что надо завтра будет стоять? Надо ее приготовить. Ну, может, на завтрак съедим. Так, все, каша варится. Сейчас заканчиваю с рыбой. Занимаюсь тогда оладушками, а потом, ну, икорными оладушками, а потом уже уткой. Так, ребятки, все, рыбу перемыла. Блин, надо только вот отсюда поубирать. Не бог рыбы ляпнет. Будет плохо. Будет плохо всем. Вот. Перечистила. Короче, решила я отрезать вот так вот головы, поотрезать. Вон ласа кушает. Она дождалась. Наконец-то мама что-то ей дала. Вот. Но тут дело в том, что у пеленгаса вот тут в голове тоже мясо. Поэтому я делаю это вот таким образом. Вот так вот под эту самую. И так наискосок. Раз надрезала. И с этой стороны. Вот так вот. И два надрезала. И вот она. Вот она наша голова. Вот здесь вот дорезаю. Нужно еще раз чуть-чуть промыть. Вот что. Что осталось там. Пленочки убрать. И все. И в общем. Вот так получается. Нормальная рыбка. А вот она бы сразу напополам. Вот так. Пусть ласа кушает. Ну она щелкает сидит там их. Любит она сырую. Я ей очень редко даю сырую рыбу. Да, е-мое. Сырую рыбу. Так. Вот так вот сюда в тарелочку буду складывать. Вот. Она очень любит такую штуку. Рыба у меня вся кухня. Воня. Вот уже сегодня. Опа. Вот так вот. Да, такое это дело. Кто-то, кто рыбу не любит, не ест. Может не из приятных. Такая. Ладно, потом поперерубаю их. Такое зрелище. Такого плана видео. Ну а что делать? А я ем рыбу. Значит, смотрите. Ой, господи. Фу, уже дома. Я даже вам уже ничего не могу говорить. Уже соображалка не работает. Все уже. Так, где еще? Вот. А можно не заморачиваться. Можно просто прямо. Срезать, да, и все. Вот так вот. Ну, тут, видите, вон тут в голове вот тут мяско. Короче. Это мне нравится больше. Вот так вот делать. И когда-нибудь будет лежать в морозилке, ждать своего часа. Когда-нибудь мы его приготовим. Его, кстати, в духовке можно запечь. Ну, больше всего мне рыба нравится, конечно, просто жареная на сковороде. Ну, просто, что в духовке полезней. Нет этого жира. Нет этого жира и так далее. Так, сколько еще? Все, последнее, да? Да, вроде бы. Блин, все равно где-то вон встречается шелуха. Я, наверное, еще раз ее сейчас промою. Уже конечный результат. И этот самый браковину отправляю. Еще раз промою. Да, срачельник, конечно, разбила. Не, надо сначала поперерубать вот это все. Кошмар. Ласа, ну ты видишь, все ради тебя, любимый. Альма, тебе такое нельзя. Ты такое не ешь. Хотя, собакам тоже надо рыбу, но кошка, она умеет с костями рыбу есть, а собака нет. Особенно такая, как Альма, она все заглатывает, как пылесос просто. Ласа аккуратненько кушает. Главное себе пальцем не поперерубать. Уже не могу говорить. Ой, последняя, что ли. Засрала всю кухню уже. Каша у них почти готова уже. Оставлю. Блин, заляпала везде. Оставлю остывать прям до утра. Все, ребята, я уборкой занимаюсь полностью. Здесь все перемываю. Фу. Все, ребятки, перемыла. И решила все-таки ее порционно порезать на кусочки. Вот, либо такими буду жарить, либо вот помельче. Ну, наверное, на две части, потому что она сама по себе рыбка небольшая. Вот так вот на две части. А, и сразу складываю в пакетик. И будет нормалек. Ну, если на три, наверное, ну, это маленькие совсем будут. Тем более на рыбу она быстро жарится. Вот это вот побольше можно и на три разделить. Вот так. Которая мелкая, в две. Ну, вот на две. Маленький пеленгас. Я еще такого маленького, кстати, и не встречала. Какой-то этот. Не, не доросли. Все. Ну, я положу, ребята, в два пакетика, потому что только здесь плавнички, она может прорваться и так далее. Я вот так вот завяжу. И в еще один пакетик. Все. И в морозилку. Готовченько. Так, ребята, пришлось купить яйца, потому что закончились. А мне наладушки нужны. Вот. Один яйцо будет достаточно. И еще мне нужна мука. Буквально. Оп. Чуть-чуть. Так, смотрите. Вот икра. Из этого. Скоростей. Она вот такими, видите, кусками. Мне надо ее вот так вот прям вилочкой максимально раздебоширить. Вот так вот ее размять. Вот таким вот образом. Все. И уже она, видите, пастообразная, более такая вот икорка. Вот так. Все. А теперь сюда бабахаю. Один яичко. Яйцо. Сразу соль. И этот. И перец. Перчик. Обязательно. Немножко. Вот так. Для аромата. И соль. И соль по вкусу. Главное не пересолить. Хорош. Сейчас с яйцом я перемешаю. Это очень вкусная штука получается. И муки, ну, чтобы оно было погуще. Я говорила уже, да, можно на манку заменить. Ну, тоже нормально получается. Но если манку добавляете, то надо подождать, чтобы манка набухла, разбухла. Вот, еще чуть-чуть. Вон, видите, уже какое получается. Это очень полезная штука. Так, и теперь мука пошла. У меня ложка есть? Есть. Вот, добавляю столовую ложку. Еще столовую ложку. Перемешиваю и посмотрим. Ну, то есть оно должно погуще получиться. Чем более жидкое вот это вот сделать, ну, назовем это тестом, да, тем тоньше будут оладушки. Если больше муки, то толще оладушки, но они будут более, знаете, жесткие. Я даже, возможно, переборщила. Хотя, хотя нет, нормально. Больше добавлять не буду муки. Можно было меньше. Одной ложки было бы, наверное, достаточно. Так, все. А я сейчас пожарю быстренько на той плите, где кашу отставлю. А оладушки там... Ну, и сколько там выйдет штучек, может быть, 7-8, если они большие. Все. Сейчас пожарю и покажу вам, что в итоге получается. Все. Ложкой буду прям выкладывать. Буду жарить на растительном масле. Вот, видите, ребята, они такие тоненькие получаются. Края начинают уже поджариваться. Еще раз быстренько с двух сторон. За счет того, что они тоненькие, они быстренько жарятся. На среднем огне, чтобы хорошо прожарилось, чтобы, не дай бог, сырого не было. Все-таки рыба, да? Вот такие красавцы получаются. Все, ребята, готовы. Поставила еще картошку. Чуть не забыла. Мне же на селедку под шубой надо картошка. Оп, сейчас я вас сюда поставлю. Опа! Стоять. Что это вы? Что это вы? Выпили, че ли? Выпили, че ли? Шатаетесь. Так. Вот они, это верхние, только пожарились. Горяченькие. Смотрите. С одной стороны, чуть больше поджарила. Ну, такое. Я сейчас один разломаю. Тоненькие. Вот, смотрите. Блин, надо приблизить. Сейчас, подождите. Опа. Вот так. Смотрите. Вот такие вот оладушки. Видите? Опа. Пробую. Обалденно. А соль супер. Мягусенькие. Смотрите. Какие классные. Класс. Вот я их с чаем попью. Фу, ребята. Напила с чаю, съела аж 4 оладушка. Такая вкуснота. Елена два штучки съела. Так, разделываю утку. Смотрите, целиком я уже говорила, я не буду готовить. Разделываю на запчасти. Две ноги, два крыла. Кисти от крыла я в отдельную. Это будет мисочка на бульон. Но отсюда я тоже что-то обрежу. Вон там, смотрите, шея, голова. Наверное, все поразрезаю. Так, значит, сама грудка. В прошлом году у меня так получилось, что я утку купила, а в ней почти не было мяса. Ребята, вот такое тоненькое. Остальное было жир. То здесь более-менее, смотрите, какой слой. Толстая. Хорошая. Видите? Смотрите. Значит, было у меня два варианта. Тут и нечего кушать, да? Два варианта. Боже, захрипло. Снять филе полностью. Но решила, нет. Я разделю вот на такие части. Вот таким вот образом. Ой, простите. Дуже громко. Блин, ну что ж такое? О! Вот, чтобы была все-таки косточка. Чтобы было на кости. Вот такой кусочек. Вот это тоже напополам. Блин, получится у меня его разрубить или нет? Что там такая кость? Топор. О, нормально. Доску разрублю. Вот такие вот кусочки. Вот. Все. И вот это так же. Вот так. Есть. О, теперь нормально. Есть что покушать. И вот так вот. Все. Вот. А это на бульончик сварю 2-го числа. Но я люблю косточки погрызть. Мне хочется вот эту часть тоже отрубить. Но я не знаю, блин, получится у меня или нет. Тоже тут от запечь. А это уже на бульон. Вот эту вот заднюю часть. О, есть. Все. Вот это вот я погрызу. Все. А это на бульон. Но я разделю вот так вот. Чтоб было помельче. Вот. Вот это тоже. Я еще раз. Я ее мыла, но я еще раз все это сейчас дело перемыла. Перемою. Вот. Вот это вот бульончик будет. Тут же лудочек. Лапки. Кисти, крыла. Там сердце. Печенка вон. Ну, короче, такое. Все. Сейчас помою инструмент. Молоточек аж пропечатался. Вон он какой. Страшный. Все это перемою. И... А прям в этой мисочке буду мариновать уточку. Это у меня индоутка. Ну, вроде бы как. Но лучше, чем в прошлом году. Смотрите, да. И мясо такое темное. Прямо смотрите. Конкретно. Вот. Прикольно. Так, ребята. Не хочу никаких особо специй. Сказала Юля. И понасыпала. Да? Боже, у меня шея хрустнула. Вот эту медовую с корицей штучку. Я немножко посыпаю. Вот буквально чуть-чуть. Достаточно. Соль. В принципе, как бы соль и перец. Но немножко еще добавлю этого соевого соуса. В прошлом году мед добавляла. Так. Соль. Фу. У нас подложится. Мне еще видео монтировать. Так. Соль. Сейчас. Черный молотый перец добавлю. Башка не соображает. Все уже. Уже время 11. Соседям по башке чуть-чуть настучало. Тут получается с этим молотком. Так. Чесночок чуть-чуть гранулированный. Немножко. Хотя вроде хочется медико добавить. Может быть совсем-совсем немножечко сделать. Вот у меня как раз мед. Сейчас я ложку возьму. Опа. Моя лавочка. Буквально вот чуть-чуть вот так вот и хватит, чтобы все это размешать. Вот. И этот. И соевый соус. Крышечками измеряю. Я даю все. Раз. Два. Не могу я найти тот рецепт, как я в прошлом году утку готовила. Хоть убейте. Все. Хорош. Не могу найти. Ну и все. Больше никакой специй для курицы. Ничего. Я вообще не буду добавлять. Все. Вот этого и достаточно. Надо главное это все размешать. Этот мед. Чтобы разошелся. Все это размазать. Короче. Переколопуцаем. Вот. И оно ночь постоит. Промаринуется. Потом я начищу картошки. Причем. Ну потому что утка будет готовиться. Ну я не знаю. Наверное. Я сильно большой огонь боюсь ставить. Лучше подольше. Но на минимальном огне, мне кажется. Вот. Минут 50 точно будет запекаться, наверное. Ну что, картошка. А картошка за 50 минут может вообще, ну, переготовиться. Поэтому надо или целичком, или крупненькую. Просто напополам буквально и все. И все это дело у меня будет рукаве для запекания. Вот и все, ребят. Вот и весь рецепт. Не стало, я же говорю, рисковать целиком. У меня получается сразу сверху сгорает. А внутри не допекается. Вот и все. Так. Ну все. Вот так вот перемешала-перемешала. А утром еще перемешаю. Не будет нормально. Единственное, что чем-то накрыть надо. А может быть сейчас пакет какой-то возьму. Да. Миску в пакет. Да и все. Вот так вот. Минуточка. Готово. 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 inker. Продолжение следует...